Нам кажется, что мы с Кириллом уже лишние на этом празднике жизни. Футбол смотрели? А если судья ободает футболиста, что это такое? Своим он штук. Держи при себе, пожалуйста. А к дракам какие-то, как относишься? Положительно. Сейчас мы девушек еще вызовем. Вы не боитесь взять эту штуку в рот? Если Дема не боится, то я тем более. Убить в себе игрока. Я не собираюсь в себе никого убивать. Не то, как гандоном больше, я думаю. И мразью. Драк было много и раньше. Все, до кондиции дошли. В Бразилии судьи и стреляли. Эмоции, эмоции. Раньше такого безобразия не было. Футболисты, мне интересно, они же выносливые парни. Я капитан команды. Не выиграл, а проиграл. Не в карте, а в лотерею. И не в Волгу, а запорол. Мало мне. Немножко их надо удовлетворить. Что он несет? Всем привет. Вы снова в «Опсайде». Самое бескомпромиссное шоу о футболе. И у нас сегодня в гостях Вадим Евсей. Чемпион России многократный. В составе двух команд. Да, игрок сборной России. В данный момент главный тренер футбольного клуба. Текстильщик Иванова. Добрый день. Вадик, можно погромче? Вся страна, в принципе, запомнила твою громкую речь. Очень короткую, но емкую и громкую. Просто в Москве на пару дней приехал. В Москву на пару дней приехал, поэтому еще тяжело переносить. Ну, а такой Кардив, если вспомнить, командно-административным голосом сказать. Да нет. Ладно, Вадима надо поздравить же. Он же первый раз был чемпионом в «Спартаке». И «Спартак» снова чемпион. Да. Дождались болельщики. 16 лет. Я уже даже не считал, сбился. Да, у многих уже возникает вопрос, когда это было. Столько времени, оказывается, прошло очень много. Кирилл, а что это за волшебная штучка у вас? Да, да, штучка есть, действительно. Дело в том, что нас тут болельщики, зрители подозревают, что мы проводим программу абсолютно пьяные. Вообще, вы знаете, давно. Послушайте, вас в этом надо подозревать, потому что вы так себя ведете в этой программе. Так очень пухую несу, да, совершенно верно. Что у трезвого на уме, как известно, то у пьяного на языке. А Дронов у нас единственный разумный человек, но тоже пьяный, как выясняется. Поэтому мы решили принести алкотестер и вот прямо вот накануне записи проверить всех наших резидентов, так сказать, на трезвое поведение. Вот я практически с себя сейчас начну. Сразу видно, что не водит машину человек. Вот, пожалуйста. Да, не вожу три года и очень счастлив. Потому что пьяный все время, естественно. Вот, ноль. Ну-ка, дай-ка я попробую. У вас, наверное, сломано. Так, все, перемешал свой мануштук. Держи при себе, пожалуйста. Так. Сейчас мы девушек еще вызовем. 20 секунд ждать. Вот, смотри, он даже не подождал. Он же, я и говорю, он не умеет этим пользоваться. Я-то мастер спорта по ралли. Вот, прошу внимания. 15! Прошу внимания. 0,0. А девушки? Девушки. Где наши девушки? Идите сюда, девушки. Так, а пика налейте, пожалуйста. Теперь можно. Достаточно было трезвым дойти сюда. Вы не боитесь взять эту штуку в рот? Если Дема не боится, то я тем более. Я понял. Дуем. Дуем, дуем. О, смотрите. Красный огонек. Есть же. Так, отмечала чемпионство Спартака. Я предварительно отмечала выход ЦСКА в Лигу чемпионов. Предварительно это как? Ну, так я жду этого, поэтому отмечу. То есть, если ты начала до матча «Зенит» Терек, то я представляю, сколько ты выпила, если у тебя 0,3. Настю, Настю теперь подключили. Нельзя за руль. Я не вожу, все нормально. Я на метро. И в эфир нельзя теперь, как вы эстерли. Это вот используемое у нас. Подожди, а как может сказаться алкогольное обвинение на эфир? Вадим, смотрите наши предыдущие выпуски и увидите. Вадим, а тебе не приходилось случайно когда-нибудь играть с красным огоньком вот здесь? Ну, тренироваться-то я уверен, что приходилось. Не знаю, может на сборах. Боярица, кстати, Денис рассказывал, что он приходил, мог прийти после того, как выйдет накануне. А у тебя такое было? Сюда мне протянет. Хорошо. Ради тебя протянет. Тихо, тихо, сейчас я справа в важный момент сейчас. Да, тогда был один раз. Нужно дуть внутрь этой штучки. Отмечали какую-то годовщину моей свадьбы. Пока не песнет супруга. На следующий день было тяжело на тренировку. На следующий день было тяжело? А как вообще тренироваться? У Кати больше? Слушайте, где вы были? Что такое? Опять красный огонь. 2004 год. Четыре выходных. Вадим, ты посмотри, куда ты приехал. Я вообще не понимаю. Каково это тренироваться с похмелья, Вадим? Подойди ко мне поближе. Подожди, Гайя, я про похмелья. Жи про похмелья, а мы займемся делом. Главное, чтобы массажист далеко с ладони. Секунду. А, блин, надо все время пить сушья. Прийти в себя после них, понимаешь? И что, серьезно, это был только один раз? Давай. Ну да. Ничего себе, режимщик какой у нас сегодня. А спортсменов не проверяет вы таким? Один идиот был. Секундочку. В автомотиве два. Из тренерского состава? Не из тренерского. Александр Викторович Пухнов? Нет. И что, он делал, проводил с алкотестером? Ой, малыш. Дуем. Сейчас пить вновь, когда дует готово. О, да ладно. Кстати, кто и командир в джике? Смотри. Самое приличное? Трезвое. И как у него были показатели? Я пью и не пьянею. Да, отпустим девушек тусоваться тогда, а мы поговорим. Да, и ты когда придешь, чтобы нуля уже не было. Пойдем, мы выпьем. Пока Вадим изучает меню, я вспоминаю один опрос в начале 2000-х в одной газете, где вас всех спрашивали, что вы хотите делать по окончании футбольной карьеры. Ты сказал, что я буду стоять в мытищах за стойкой бара и наливать людям пиво. Это что было такое? Позыв души такой? Ну да. Ну, какое-то странное желание для футболиста. Спокойно. Время провождения проводить. Вот если честно, работа тренера нервная? Безусловно. Главного особенного. Не знал, что оказывается бывает такое состояние внутреннее. Ну, столько лет играли у Юрия Павловича Семина, который, по-моему, спокойным на скамейке не бывает никогда. Выигрывают, проигрывают, он всегда в эмоциях. Ну, за то время, пока я нахожусь в Иваново, у меня еще не было той ситуации, что я проиграл. Ну, в Амкаре приходилось? В Амкаре, да, приходилось. Я же там был не главный тренер, а один из тренеров. То есть помощник не нервничает, в принципе, да? То есть ответственность на главном, в принципе, можно спокойно. Ну, почему? Конечно, я нервничаю, но просто все равно помощник – это помощник, а главный тренер – это совершенно верно. У Вадима же колоссальный опыт, наверное, уникальный для нашего футбола, потому что он работал с Романцевым, работал с Ярцевым, работал с Семиным, работал с Газаевым. Сборной. Сборной, да. И, кстати говоря, знаменитая победа «Локомотива» в Стамбуле, потом был ужин, на который Юрий Павлович позвал всех журналистов. Вадим тогда сказал, что я забил после углового, который мы в сборной наигрывали у Газаева. Вот ни один другой человек при своем клубном тренере, наверное, такого бы не сказал. Но Семин даже как-то… Да, они, по-моему, Газаевым дружили, в принципе… Да, они дружили, ссорились, но всегда при этом дружили. С Бышевцем работал. Работал. Что смешного я сейчас сказал? Слово «работал» или что? Да. Давай, тебя грустнее не будет. А почему грустнее, если ты смеешься? Ну, был месяц. Ну, опыт получился? Получил опыт, да. Сумасшедший. Как надо помощников распределять на сборах, чтобы они скучали через номер. Номер футболиста, номер тренера, номер футболиста, номер тренера. Ну да, у вас там тренеров тогда было много, там на каждую позицию был тренер. Чухи – это хиддинга забыли, хиддингом тоже я неделю провел. Хиддинг, а потом Гаджи Муслимыч, ну, уже в качестве не игрока, а помощника. Да, самый сильный опыт я получил от Муслова. Тоже сумасшедший? Плюс. Плюс? Ну, а что? Что там? Можно рассказать? Потому что мы Муслова не мало. Потому что европейский человек пришел и… И что? И привнес. Ну, вот что он привнес? Что нового? Спокойствие европейское. То есть, тренировочный процесс у него совершенно другой был. Кстати, то, что у него получилось в локомотиве, а еще то, что у него получилось, потому что… Мы, да, начали ни шатка ни ватка, но плохо, там было пять игр, по-моему, четыре игры – одно очко, а потом двадцать одну игру не проигрывали. Ну, там очень странное увольнение его было, там, за несколько, практически… Да. А в других командах… Проиграли любительской команде практически. А в других командах у него ничего не получилось. В Краснодаре одно время шло хорошо. Ну, ничего не получилось. В Фимках, в Ламкаре… Ламкаре до сих пор считают футболисты, что это самый слабый тренер. А я ему говорю, что это самый сильный тренер. Есть такой старый анекдот. Вечер, одесская квартира, Мойша спрашивает Изю, «Ты слышал, к нам в город приезжает Альберт Эйнштейн?» «Кто такой Альберт Эйнштейн?» – вопрошает Изя. «Ну как, ты не слышал, теория относительности. Что это такое? Какая теория?» Понимаешь, Изя, вот представь себе, ты на свидании с красивой девушкой, и тебе вечность кажется минутой. А теперь представь себе, что ты сидишь голой задницей на раскаленной сковороде, и тебе минута кажется вечностью. И что, Мойша, с этими номерами он едет к нам в Одессу? Мои друзья из Зенита, я вас поздравляю. Мало того, что с этими номерами вы привезли к нам в Санкт-Петербург мир Челуческу, вы еще нарвались на подделку. Так бывает. Покупаешь что-то оригинальное, а оно оказалось китайское. Был самый титулованный тренер в Европе, а к вам приехал скандалист, которого не устраивает все, не устраивают судьи, их прописки, московская пресса, качество поля, ветер. В итоге Зенит оказался на третьем месте. Мне кажется, что вам нужно искать нового Эйнштейна для вашего прекрасного города. И будьте здоровы! Три главные вещи, которые сделал Каррера и почему Спартак чемпион? Можешь назвать? Он сплотил команду в одну идею. Раз. В принципе, он ничего не стал менять. То есть, что предыдущий тренер. То есть, багаж Оленьевича все-таки работает. Но я не считаю это то, что багаж Оленьевича. Там и Валерий Георгиевич уже вспомнили, что его начинал, так сказать, закладывать. Я не считаю это то, что багаж. Потому что любой тренер, который становится главным, он все равно свое выносит. Так, и третий? Ну, а третий, наверное, кураж этот. Если мы посмотрим предыдущие чемпионства, да, ЦСКА. Они примерно одинаковые, что Спартак выиграл, что ЦСКА. Потому что многие игры, они выигрываются в дополнительное время. Сколько очков Спартак набрал, забивая в конце. Тебе нравится этот Спартак? Мне нравится, мне нравится. В чем объясню? То, что он уверенно играет и знает, что он хочет на поле. Если раньше они как могли забить, так и могли пропустить, то сейчас, если они забивают, то они обороняются очень организованно. Причем все и команды. А вот как защитник, скажи, новая оборона Спартака. Я считаю, например, с футбольной именно точки зрения. Я не беру коллектив, потому что мы про это ничего не знаем. То, что мы видим на футбольном поле, Спартак никогда не играл так надежно в обороне последние лет 15. Ну, смотрите, когда пришел Карава, пришел же Пилипчук, этих двух тренеров пригласили. И пригласили они, зная от них, что требует, как тренерский штаб, так и руководство. И они же остались, Пилипчук. Пилипчук, он аналитик, он анализировал игры и они подготовились к каждой игре. И та схема, которую они играли в пять защитников, потом в четыре, то есть у них менялось. И игроки менялись, и те точечные покупки в декабре. То есть Джикю тренер хотел, они его взяли. А Самедова тренер хотел, они его купили. Высандрялось. Еще, еще. Зотов, по-моему. Хотя, какой-то из специалистов, или два специалиста, один агент, другой бывший, президент Спартака, говорят, зачем берут игрока зарплаты в 5 миллионов из Милана. Вот затем и взяли, чтобы стать чемпионом. Вот сегодня Андрей Черевиченко выступил в очередной раз. Я вообще не знаю такого человека, кто он и что он. Он развалил Спартак и еще что-то рассказывал о футболе. Я не читаю этого человека вообще. В 5-м или кем? Я вообще его не читаю, я не знаю кто он. Внешне, представляешь? Внешне, да. У него все хорошо. И это я знаю. Романцев, по-моему, очень любил выражение футбольный человек, не футбольный человек, да? Нет. Он футбольный, он все знает, только ничего не знает. Про тренеров хотели поговорить, потому что, вот, мы говорили о Каррере, но все-таки человек не имел репутации как главный тренер. Вообще, это первая его работа как главного тренера. Кемпионом страны. В финале Кубка России встречаются Юрий Павлович Семин и Александр Федорович Тарханов. То есть люди, которые еще в советское время работали. Где молодые тренеры? Ну вот, сидят перед тобой. Ну вот, а почему у нас как-то вот, мы все говорим, что у нас должны меняться? Вот Семак у нас. Червяченко был. Игорь. Чревчин. Чревчин был. Какие-то фамилии созвучим. Нет, ну а что, не доверяют? Чревчин был. Чревчин, по вашему опыту, доверяют сейчас руководители молодым тренерам? Все-таки ищут чего-то проверенного? Доверяют. Доверяют. В первой лиге он сколько тренеров. Фарфенов вышел в премьер-лигу. Сейчас Тихонов еще выйдет. То есть набирает спартаковская команда. На самом деле можно же привести много примеров тех, кто, в общем-то, не то чтобы сгорел, но вот Карпин не стал дальше продолжать тренерство и решил стать комментатором. Значит, не было предложений? Нет, я думаю, что они были. Просто после Армавира куда было дальше уже? Не знаю, это надо кавалерию задавать вопрос, а не к нам. Лобановский говорил, что первое, что должен сделать футболист, который хочет стать тренером, это убить себе игрока. Так? Зачем? Ну, мэтр это он может сказать, но я себе игрока не собираюсь убивать. Хотя многие говорят это по-другому, надо мыслить про это. Но я не собираюсь себе никого убивать. Есть какой-нибудь, не то чтобы кумир, про кумира глупо, наверное, спрашивать, но вот к чему хотелось бы стремиться, какой-то такой мировой пример, да? Бавария. А тренеры именно? Нет. Анчелотти? Нет. Ну, Анчелотти, в принципе, он продолжает эту, я имею в виду, сама структура игры, которую поставил Гурдион. То есть Бавария? В Барселону, потому что в Барселону там игроки были на тот момент и молодые, и в самом Саку, и попал Гвардиолу туда. Он их направил, а они три года доминировали. Именно когда он перешел в Баварию, там… Про Гвардиолу говорят, что он очень, конечно, носится с игроками, то есть он пытается все время что-то новое объяснить, там где-то ищет новые позиции. Многие этого не понимают. Зачем, например, Лама там было ставить в середину поля, например? Ну, вот сам Лам говорит, что это помогло ему там по ногу взглянуть. Потому что он видит то, что Лам – думающий футболист и обладает техникой. Анчелотти, кстати, слышали, что сказал? Если бы у меня было 20 Ламов в команде, я бы не испытывал никаких проблем. В Иваново есть возможности какие-то… Ну, понятно, что сложно ставить игру, условно, как Гвардиол в текстильчике. Ну, какие-то элементы этих вот методик можно использовать именно в работе с игроками? Я требую это, я использую это. Мы играем в комбинационный футбол, играем в атаку. Но если брать то, что я пришел, мы сыграли всего шесть игр. Шесть игр, выигры. Разница 17-1. А вот играть в комбинационный футбол во второй лиге? Известных игроков нет. Во второй лиге ты ваш известный игрок? Ну, мало ли, может кто-то есть какой-то ветеран, известно. Я пришел, назначил двадцатилетнего местного игрока капитана. Вот он забил еще центральный защитник. Прям вот сразу капитан? Да, сразу капитан. Почему? Ну, это мое решение. Потому что он по уровню игры, он уверенно играет и надежно. И не просто так его команду Урал купил в своем время. Как фамилия? Фомин. Он принадлежит Уралу и вернулся в аренду. Все закономерно. Глупый вопрос, наверное, спрашивает, летает ли январдский текстильщик на самолетах. Нет, мы ездим на автобусе. Везде. А максимальное расстояние какое? Ну, вот у меня сейчас ездил в Смоленск 12 часов туда, 12 часов обратно, а сейчас поедем в Псков 15 часов туда. На поезды не проще? Нет, все равно мы едем через Москву. Когда тогдашний президент РФС Сергей Фурсенко анонсировал переход с проклятой старой системы весна-осень на новую и прогрессивную осень-весна, он говорил, что, по крайней мере, начинать и заканчивать сезон мы будем на газонах фантастического качества. Наивный человек. Сейчас, в мае, когда мы наслаждаемся нашим замечательным майским снегом и майским дождем, газоны у нас тоже соответствующие. В Петербурге главный тренер Зенита Мирчеллу Ческу рекомендует сопернику на этом поле даже не тренироваться. То есть, либо чай с сахаром, либо руки с мылом. Ну, а в Перми у нас газон искусственный и тоже совершенно замечательный. Такое впечатление, что его вот как следует поперчили и размешивать после этого не стали. Поле обильно посыпано черным перцем. Так что проблемы у нас в стране обычные. Дороги, дураки и газоны. Клянусь своей треуголкой. Вот нам как раз болельщица Спартака явно присоединилась, судя по красному цвету. Я не болельщица. Все, до кондиции дошли. Мне кажется, или может быть это просто мое мнение, что в последнее время в футболе, как в российском, так и в мировом, стало меньше харизматичных личностей. Говорить боятся люди, да? И говорить боятся, и вести себя боятся как-то странно. То есть вот раньше были Рой Кин, Райан Гиггс, Джон Терри, вот один из последних. Райан Гиггс. Курили, пили, ругались? Райан Гиггс, это Маша, ты сейчас по адресу зашел. Райан Гиггс. С чем это связано или может быть ты так не считаешь? Ну вот недавно финал Кубка. Фидлер, вам мало? Мало мне. Ну потом Павлюченко добавил. А Павлюченко уже все-таки такой. А вот, кстати, реально вот эти его слова после матча. Ну я понимаю то, что Широков ушел и тишина наступила. Скучно. А нужно? Нужно, чтобы были люди, которые не боялись говорить? Я не знаю. Нужно, не нужно. У меня не было такого. Это просто как бы что. Я таким был футболистом и все. А может времена были другие? Меньше боялись говорить? Времена были другие. Я когда был в Спартаке, я тише воды, ниже травы была. Когда перешел блокомотив, я изменился очень сильно. Потому что Юрий Павлович свободы много давал. И опять же он, если это не мешало игре, то это позволялось. Если это мешало игре, то он этого сказал. Но сейчас есть Шатов, который говорит, мне кажется, нашему тренеру хорошо без нас. Не, ну игрок, который не выходит в основном в составе, понятно, что он всегда критикует тренеру. Я не могу ничего говорить по участку. Вы, наверное, все читаете, потому что там все к одному только сводится. Уже нет. Судьи, поле, ветер, Москва. Поле круглое, мяч квадратный. Не, не, не. Не обсуждаю. Поле круглое, это я вот недавно австралийский футбол комментировал. Оно не совсем круглое, оно авальное. Там знаешь, кстати, что игроки пробегают 22 километра в среднем за игру? Слушайте, ну вот Павлюченко... Четыре тайма по 20 минут, но играют где-то около трех часов. Ужас. Ну я смотрел. Смотрели? Австралийский футбол? Ну да. Показывают его по его спорту. Элевиасад. А, Элевиасад, да, на сборах. Драк было много и раньше, и не только, я так понимаю, и на поле. Ты лично много дрался за пределами. Я не дрался. Я как бы... Когда... Дошкольное время... Как говори, особо никто не трогал. Девять лет футболом занимался в Москве, поэтому я в детстве не дрался. А на память у меня драка у Раменского, связка с Сатурном. Убились. Да, вот и все помнят, конечно, это самая была знаменитая драма. Удалили, причем вся команда дралась, удалили тоже, как в финале недавно, по два игрока из каждой команды. А если что там началось? Ну, там... Просто такая игра была. Кто-то под кого-то вкатился. Вадим, а вот известно, что ты хоккей любишь? Да. А к дракам хоккея как относишься? Да. Положительно. О, как. А может, просто их особый жанр... Андрей Назаров тебе нравится? Ну, почему нет? Ну, конечно, когда человек собственного врача начинает бить ногами... Оставьте, оставьте. А если бы футбол разрешили, это было бы круто или... Что? Да. Если бы футбол разрешили. Ну, не то, что разрешили, но... Другие виды спорта. Там хоккей, амуниция, и на кайках драка очень быстро заканчивалась. Ну, вот, кстати, задавались вопросом, зачем побежали разнимать во время финала кубка. А что, должны были стену на стену? Ну, оставили бы хоккей, подеруться и успокоиться. Удалили бы всех, и всем технически... Эмоции, эмоции. И «Зенит» стал бы обладателем Кубка России. Да. А, Павличенко. И «Арина». Да, да. Ну, вот, Вадим уже спросили, может ли человек, который является образцом для подражания молодежи, называть другого человека гондоном? Не то, гондоном больше, я думаю. И мразью. Не знаю. Да. Он просто сказал, что думает. Ну, для общественности, наверное, это не надо, а так, в лицо им можно было сказать. В лицо, в патрибунке, естественно, но говорить это журналистам... Не знаю. Это надо у романа спросить. Я, кстати, сразу вспомнил, он же там вышел и начал вот этот свой текст. Напишите, что. Да, да, да. Я сразу вспомнил, как Паш Погребняк вышел в Лужниках и сказал, что единственное, что Спартак умеет делать, это он хорошо работает с судьями. И все, и ушел, поговорив с вечностью. Ну, мне кажется, вообще в такой истории, вот Павличенко сначала, да, в предыдущем матче с «Зенитом» заработал красную, да, с сумасшедшим лицом бросился на судью, потом с Сукматилом в Куке. Мне кажется, что что-то может быть у него в семье сейчас там, или, в общем, какая-то черная полоса, потому что человек просто так не заводится на пустом месте. Мы же знаем его как очень спокойного, очень скромного молодого человека. И тут такой всплеск. За всю карьеру у него этого не было никогда. Вот вы что думаете? Нет, у него разные карточки были. Футбол смотрели? Да. Что предшествовало этому эпизоду? Этой вспыльчивости? Ну, как ариб, локтем? Не-не-не. Зенитом. А, Зенитом, конечно, было. Ну, что? Удаление. А, за что? Ну, за что. Не было. Играл в мяч. Судейский комитет не нашел там каких-то особых проблем. Он еще не нашел, вы Армавир. Армавир, вот, я вам, да. Он и там даже ничего не нашел. Это возможно. Что, если, например, футболист, не дай бог, бодает судью, там, или матом на него кричит, это удаление. А если судья бодает футболиста, что это такое? Вадим, вот, что это такое за безобразие? Ну, они же говорят, что это... Как это... Ничего не видели? Судья это... Как это? Как это? Не игрок, а участник... Нет, это семнадцатая команда. Ну, это участник соревнований. Да. Его нельзя трогать. А футболист это не участник соревнований. Ну, ты с этим согласен? Мне кажется, это несправедливо. Если выводят футболиста... Судья вывел футболиста... Он... Он... В Бразилии судьи и стреляли. Я вам скажу вам... Ничего, а футболисту он отвечает. Раньше такого безобразия не было. А помнишь, как Захаров быстро бы обещал приехать в Тарасовку и подкат показать? Притом, что Игорь Захаров играл за команду «Океан, находка» или «Луч, Владивосток», за какой-то из них. За «Луч», по-моему. Он потом и Овчинникова удалял, тоже. Который ему говорил, я капитан команды. Да, я-то его зову по мотивам. Буль, буль, буль. Что такое? Простись. 0-1 палка тестов у Насти пленосик. Я не специальна. Надо было на Андронова. Ничего страшного. Насте еще пришло что-то сказать. Ну, я у Вадима, конечно, с меркантильным вопросом, Владима. Про деньги. Молодец за ужин? За кофе. Самое напитное, которое я родила, она... Вадим, у вас есть в команде молодые перспективные парни? Есть. Я уже говорил. Есть и капитан. Уже не 20, а 21 год. Уже может даже. День рождения исправил. Ить можно. Совсем молодые. А постарше есть кто-нибудь? Есть постарше. Вратарь, 36 лет постарше. Вадим, подождите. Прошел огонь в воду? Вадим, я бы поинтересовался, что такое перспектива. Какая перспектива на что интересует? Какая? Какая перспектива на сборную России? Ну вот, как Вален, играем. Во второй лиге небольшие деньги получат. Я не про деньги вообще. Подожди. А мне интересно про деньги. Мне интересно про деньги. Кто мы? Ну, вообще. Мы еще как. А ты еще не слышал про его амортизатор любви? Что? Смотри, как не учила, а? Мы с Кириллом сейчас быстро зададим по два вопроса. Месси или Роналду? Роналду. Роналду на этот вопрос вопрос. Киржаков или Аршан? За счет чего? За счет того, что он сам себя сделал. Он лично. Он же такой женственный. Ну, он сам себя сделал. Он не обладал тем, что есть у Месси. Я не знаю. Вообще Роналду крутой. Так, девчонки, вы не успеете сейчас обсудить. Мне нравится то, что своим трудолюбием добиваются такие результаты. Мне посчастливилось против него играть не один раз. На тот момент он ничего такого не показывал. Да, мы были функции. Было индустриное действие. Когда он пришел в Манчестер, играл в спорт. Ничего такого сложного против него. Когда я играл, у меня сложности в игре я не могу. То есть легко остановить можно было, да? Ну, не легко, но просто... Просто другой оппонент был Фигу. И с Фигу было намного тяжелее играть, чем с Роналду. Кирилл, ты? А Кен Филипф или Авчеников? Авчеников. По таланту Авчеников. По таланту Авчеников. По таланту Авчеников. Никаких уточняющих вопросов не возникло. Вадим, самый обидный матч в карьере. Понятно, время вернуть нельзя. Какой матч хотелось бы переиграть? Один. Вадим, это когда португали проиграли. Чтобы что изменить? Да нет. Просто переиграть. Переиграть шестой? Да. Крупно проиграть. какое-то такое лунное, солнечное. Я не знаю, что случилось. Просто тренер говорил, чтобы не давали игрокам бить издалека. А вы что сделали? Они пять раз ударили, мы их не встречали. Кофе или чай? Пив или водка. Кофе или чай? На сегодняшний день два года проработав с Гаджи Муслимичем, я так привычаю. А он насильного попой? Нет, просто у него чай, по-моему, каждую минуту стоит на столе. Нам как-то Божевич рассказывал о том, что... Божевич тоже чай стоит на столе? Нет, про Акоронкова задали ему вопрос. Помнишь, такой защитник был? Он говорит, самый странный человек в команде. Все, последняя, даже не установка, а все, вот я им последние слова говорю, что все, через минуту выходить. Сейчас свистнут и выходить из раздевалки. А Акоронков подходит к администратору и говорит, слышь, кофе мне налей. За минуту до выхода на поле. Алексей, вы пельмени ели за минуту начала у вас футбольного матча. Через минуту после начала. Когда вас со спонарями на том свистли. Это, кстати, такая история, примерно как сидел Достоевский на дубу. То есть не переврано все. Не Иванов и Рабинович не выиграл, а проиграл. Не в карте, а в лотерею. Не в Волгу, а запороть. Ну что? Не во время комментариев? Вадим не спонарник. Прикольно было, мне своё наврочило в фильме во время комментариев. В своё время кто комментировал? Я, на набитомых планах. Милан с кем-то. О, это Ния. С Чизэром. Я так петь не умею. Ну это сзади понятно. А пойдите спереди, посмотрите. Сзади, сбоку, это всё хорошо. Спереди смотрите. Я смотрел в прямом эфире. А я комментировал в это время. Американские фильмы. Никто не смотрел. Всем понравилось, миллион просмотров на ютубе. Я не понял, почему какие-то... Что плохого в этом? Но мы тоже не поняли. Я в это время смотрел... Особенно, когда наступила тишина, было очень хорошее время. Я в это время комментировал американский футбол, у меня был открыт форум НТВ+. Я понимал, что там происходит что-то невероятное в эфире, но не мог этого посмотреть. Потом приехал домой, открыл ютуб уже 300 тысяч просмотров. Это было... Американский футбол закончился там в 4 утра, в 6 я открыл ютуб. Можете себе представить, что за это время... В 12 лет не спать. Вадим, не страшно с нашими красавицами? Надо остаться. Немножко их надо удовлетворить. Ооо, это громко. Что он несет? Вадим, выносливый? Ты точнее. Пошли, а? Мне кажется, нам пора. Давайте нальем пиво. Вкусно. Для Кирилла. Получай. Да, мне налил пиво сам Вадим Евсеев. Не подавись там. Вадим. 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 Продолжение следует...